Призрак советской энергетики. Госпредприятие УкрГидроэнерго разморозило несостоявшийся проект постройки Каневской ГС. Кто заплатит за стройку века и во что она может вылиться для этого региона? Материал моих коллег. Горы, лес Днепр. Это одно из уникальных мест центральной Украины. Каневские горы. Журналист Дмитрий Иванов проводит экскурсию по селу Бучак. Найвеждая точка это гора Виха. До речи так само археологичная памятка с киевских городищ. Скоро этот пейзаж могут дополнить трубы, огромнейший бассейн и турбины Каневской гидроаккумулирующей электростанции. Это нереализованный проект советских энергетиков. О нем вспомнили в 2007-м, а в 2013-м Кабмин утвердил проект строительства. С тех пор госпредприятие УкрГидроэнерго ищет деньги на его реализацию. Намалевано зеленым активное втручение в ландшафт, а ценимом пересередкованное втручение в ландшафт. Фактически все мы видим на этой карте, что памятка снищивается. У международных банков под госгарантией энергетики просят миллиард евро. На эти деньги в Каневских горах построят огромное водохранилище. Туда из Днепра планируют закачивать воду и спускать обратно со стометровой высоты, вырабатывая электроэнергию. Активисты уверены, будущее ГАЭС потенциально опасное предприятие. Ведь после аварии на Чернобыльской АЭС Канев входит в четвертую зону отчуждения. Банку воды давайте возьмем одну и насыпем туда мул, песочек. Если мы с ней перельем, а потом назад вернем, то, конечно, будет перемешивание этих пластей воды. И, конечно, с мула будет поднято, соответственно, радиоактивные элементы. Под угрозой и территория Каневского природного заповедника. Искусственное течение размоет легендарные Змейные острова. Да и глиноземные горы могут просто поплыть, уничтожив Каневское побережье, беспокоятся биологи. Что может причинить в один прекрасный момент Саяно-Шушинский синдром? А больше было природное? Шлепнуть вот это все сюда. Тем не менее, в районе уже прошли слушания возможностей строительства ГАЭС. Она необходима государству, заявляет Укргидроэнерго. Будет уменьшено количество пусков блоков тепловых электростанций при работе Каневской гидроаккумулирующей станции. Что позволит в итоге сэкономить импортируемые энергоресурсы, такие как газ, как уголь. Это порядка 120 миллионов кумометров газа в год и полумиллиона тонн угля тоже импортируемого в год. В случае аварийных ситуаций станция сможет на протяжении 3-5 минут раскрутить. Полностью мощность своих гидроагрегатов и таким образом дать энергию в систему. Накануне международные банки подтвердили, что готовы выделить кредит на строительство Каневской ГАЭС, говорят энергетики. И уже отправили письма о поддержке проекта в Кабмин. Наталья Савченко, Станислав Кухарчук, Александр Пантелеймонов, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасская область.